С момента выхода XCOM 2 прошло больше месяца, и я не сделал обзор сразу, потому что мне хотелось игру просто разгромить. Но я сказал себе, слушай, кто сейчас выпускает сразу хорошие игры? Надо подождать патчей, модов, да и вообще, Лёша, ты слишком привередливый. Давай-ка успокойся, отложи игру в сторону и вернись к ней позже. Что ж, я сейчас на финальной миссии, отложил игру в сторону и спешу с вами поделиться впечатлениями. Всем привет, меня зовут Лёша Халецкий, и это обзор игры XCOM 2. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот и XCOM 2 уже сразу окрестили стратегией 2016 года, прям супер-пупер. На метакритике обзоры от профессиональных журналистов зашкаливают, 90% и так далее и тому подобное. Напомнить вам об ещё одной игре, которая точно так же стартовала, а в итоге мы больше года ждали, когда её доделают. Как ни удивительно, это тоже игра от Firaxis под названием Sid Mears Civilization Beyond Earth. Тоже куча восторженных отзывов критиков, а у пользователей очень много вопросов. И потом, только через год, после выхода дополнения Rising Tide, игра действительно стала отличной стратегией. XCOM 2 не настолько плоха, но симптомы примерно те же. Кроме того, здесь чувствуется ещё и кое-что от четвёртого Fallout, а именно кризис идей, свежих и интересных идей. Но давайте обо всём по порядку. Самая главная претензия всех игроков была к оптимизации игры. Это вообще очень удивительно. XCOM 2 использует тот же движок, что и первый XCOM. Единственное отличие, что тут более качественные текстуры. То есть в техническом плане это даже не продолжение, а скорее такой аддон, типа как Beyond Earth к пятой циве. Поэтому очень странно видеть, что, казалось бы, такой знакомый движок для Firaxis внезапно вызвал такую кучу проблем. Игра тормозила в самых неожиданных местах. Я говорю в прошедшем времени, потому что на момент создания этого обзора вышел наконец-то долгожданный патч, в котором во многом оптимизацию поправили. Однако игра кое-где всё равно продолжает притормаживать, но это уже не тот ужас, который был до этого. Многие даже на довольно мощных компьютерах просто не могли играть. Причём самое интересное, что игра в основном тормозила во время нахождения на корабле, где, казалось бы, как раз должно быть меньше полигонов, чем во время битвы. Самое во всём этом занимательное, что Firaxis не спешила с выпуском патча, он вышел только через месяц после старта игры. Там выходили какие-то мелкие хотфиксы, которые ни на что не влияли. Хотя Firaxis всегда славилась своей неповоротливостью в этом вопросе. Стоит вспомнить, что после выхода Beyond Earth они сломали напрочь мультиплеер в пятой циве и в Beyond Earth, соответственно, и чинили это тоже больше месяца. При этом, если вернуться к XCOM 2, Firaxis даже не думал откладывать такой необходимый для XCOM 2 аддон, как новые прически и новые одежда для ваших оперативников. Да-да, ближайший аддон в стратегию будет добавлять новый внешний вид, а не какие-то стратегические штуки. Вообще, по-моему, какая-то фигня происходит с компьютерными играми. Смотрите, аддон в четвертый Fallout добавляет не новые квесты, не новые какие-нибудь города и так далее, а возможность разводить своих домашних животных и создавать арены для битв в ролевой игре. Первый аддон для стратегической игры добавляет в нее новые прически и курточки с молниями. Если вы меня спросите, что такое кризис идей, то я вам вот показываю. Вот это и есть кризис идей, когда люди думают, на чем им заработать денег и ничего лучше не придумывают, как пришить кошке пятую ногу, подарить лысому человеку расческу, добавить в стратегическую игру новых клевых шортиков. То есть люди тратят время на какую-то шелуху, вместо того, чтобы улучшить саму игру. Руководитель проекта XCOM 2, между прочим, после выхода игры клятвенно в своих интервью заверял всех нас, что он был не в курсе, что такие большие проблемы с производительностью будут. А я вам на простом примере покажу, что он не только был в курсе, но и пытался это как-то исправить. Знаете почему? Потому что очень многие кинематографические вставки в XCOM 2 сделаны как видео. Кто играл в первый XCOM, помнит, что все вставки были на движке, все на движке, и это нормально показывалось. У меня тогда еще был старый ноутбук, и несмотря на это XCOM летал сразу же, как только он вышел. Во втором XCOM ребята поняли, что они не могут оптимизировать игру к выходу, и они решили самые прожорливые кинематографические вставки, которые тоже, кстати, на движке все еще сделаны. На движке, но они их отрендерили в видео и вставили в игру. Кое-где продолжает работать движок, да, там где взлетает ваш пепелац на очередное задание, или когда они возвращаются, когда высаживаются на место битвы. И там, кстати, как раз самые дикие тормоза, собственно, начинаются. Но кое-какие вещи просто отрендерили в видео, чтобы не напрягать ваш компьютер до полного «не могу». И это как раз означает, что Firaxis прекрасно знали, что у них проблемы с производительностью. Ладно, они выпустили патч, я думаю, это все будет правиться, фиг с ним. Ведь если игра интересная, то можно и закрыть глаза на тормоза, извините за стишок, и наслаждаться самим процессом. Вот тут начинаются проблемы. Даже если открыть любой положительный отзыв на XCOM 2 в Steam, вы увидите, что там будет написано «игра классная, но...» И пошло перечисление того, что человеку не нравится. И я так вам скажу, несмотря на всю мою критику, а это в основном будет критический обзор, я все-таки в XCOM 2 рекомендую играть. Почему об этом позже? Но это точно не игра года, и я очень сомневаюсь, что это стратегия года. Потому что лично мне и по новизне, и по игровому процессу на данный момент больше нравится Darkest Dungeon. Так что же не так во втором XCOM? Ну, лично от меня самая главная претензия та, что был первый XCOM. Потому что все-таки второй XCOM не выглядит как какое-то переосмысление. То есть это не так, как, например, первый Ведьмак, второй Ведьмак и третий Ведьмак, где игры довольно сильно различались между собой. Я бы даже сказал, что Beyond Earth от пятой Цивы, хотя игры на одном движке намного больше отличаются, чем XCOM 2 от первого XCOM. И поэтому то, что прощалось первому XCOM, во втором уже вызывает недоумение и претензии. Ну, например, управление и интерфейс. Напомню, что первый XCOM вышел и на консолях, и в нем было очень удобное управление с геймпада. Я, кстати, в первой XCOM именно с геймпада и играл. Поэтому многие вещи в собственной игре прощались, потому что было понятно, что они упрощены в угоду игрокам с пристам. Окей, но второй XCOM, эксклюзив для персональных компьютеров, спрашивается Firaxis, так какого фига ты тогда не переделала интерфейс? Почему осталось это же кривое управление, при том, что игра на консолях не вышла и выходить в принципе не будет? А потому что нафига им что-то переделывать, если вы все равно игру купите? Отсюда же претензии по внедрению новых фич. Например, кто играл в старый-старый XCOM, не в первый, а те, которые еще в 90-х выходили, помнят, что там ваши оперативники могли приседать, ложиться. Они использовали определенные очки действия, но это было возможно. В первом XCOM этого не было, ну, собственно, потому что консоли. Пускай, но сейчас-то у нас есть мышка и клавиатура, это тоже все можно было реализовать. Ладно, пускай вы оставили те же самые два действия, то есть ваш оперативник может сделать только два действия определенных. Ну, там есть, конечно, всякие прокачки, перки, но изначально два действия. Либо два раза пробежать, либо один раз пробежать, выстрелить, тому подобное. Но вставить возможность приседать, ложиться, что вам мешало? Да, два действия более динамичны, но и использование новых тактических моментов, которые невозможно было реализовать с геймпадом, должны быть, правильно? А этого ничего нету. То есть тот факт, что игра выходит на персональных компьютерах, на самом деле в самой игре никак не используется. Тот же корявый интерфейс, то же корявое управление, что и было в первом XCOM, они не поменяли ничего. Кроме того, очень многое просто упрощено. Ну, не знаю, что вам привести в пример. Например, дымовые шашки в первой части игры давали защиту от обхода с фланга. То есть если вас инопланетянин ходил сбоку, то вы теряли защиту, и он мог вас спокойно убивать. Если вы кидали дымовую шашку, то, собственно, защита у вас оставалась. Что делается во второй части? Дымовая шашка просто дает плюс 20 защиты. Поэтому дым во второй части просто никто не использует. Изменили подавление. То есть можно было... Ну и сейчас, конечно, тоже во второй части можно это сделать. Ваш оперативник как бы начинает обстреливать инопланетянина, и за счет этого либо получает какие-то бонусы, либо штрафы для инопланетянина. Что было в первой части? Он либо тот соперник, кто под подавлением обязан выстрелить в ответ, либо он просто не может двигаться. Здесь же юниты могут спокойно двигаться. Ну, они... В них выстреливаешь, но это, грубо говоря, тот же Overwatch с использованием хода. То есть убирается еще одна механика из игры, убирается еще одна возможность, еще одна стратегия. Много просто вопросов по балансу и... Ну ладно, баланс будет правиться. Фиг с ним. Давайте по самым главным просто претензиям. Это, конечно же, знаменитый рандом XCOM-овский. Не знаю, может, я постарел, может, я стал более казуальным чуваком. Но меня рандом в XCOM-е втором выводит намного больше, чем это было в первом XCOM-е. Просто потому, что он неожиданен. Я говорю даже не про стрельбу, не про то, что там у вас написано 100% и вы можете промахнуться. Кстати, кто не в курсе, описание, почему тот или иной выстрел дает именно столько процентов, вы можете из центральной панели, когда вы наводите на инопланетянина, справа и слева выдвинуть еще такие ушки. И, собственно, слева будет написано, какие вы бонусы используете для высчета процента попадания и какие бонусы или штрафы у инопланетянина или у соперника. Это все там складывается, пересчитывается и в итоге получается тот самый процент. Так что вы это можете посмотреть. Так вот, по поводу рандома. На данный момент вы просто не можете по-хорошему действовать тактически. Игра вас заставляет использовать сейфлоуд, потому что какую бы вы тактику ни продумывали, она просто разобьется о жестокий рандом. Ладно, если вас не смущает постоянный сейфлоуд, сохранение и загрузка, то я думаю, этот пассаж вы можете просто пропустить. Но я знаю, что меня смотрят хардкорные стратеги, для них важен Айронмен, сыграть на легендарной сложности. Я, конечно, не знаю, по-моему, это вообще мазохизм, но люди такие есть. Так вот, для них на данный момент рандом будет вызывать просто ступор, что он неадекватен. А почему он неадекватен? Потому что Фераксис не умеют делать хороший искусственный интеллект. Они не знают, как нам усложнить игру, кроме как заставив сайгаками бежать до конца таймера в конец уровня, либо наказывать рандомом. Вначале мне, кстати, показалось, что искусственный интеллект стал сложнее. Но потом оказалось, что мне действительно показалось. Весь вопрос состоял только в новизне. Как только вы понимаете, как действуют вот эти инопланетные юниты, говорить о том, что тут какой-то сложный искусственный интеллект, не приходится. Они всегда действуют просто одинаково. Там адвент-щитоносец обязательно бежит назад и запустит свой щит. Копейщик обязательно побежит к вашему раненому оперативнику, которого меньше всего хитпоинтов, и зафигачит в него по самую рукоятку свое копье. Их так просто даже выманивать можно, понимаете? Отводите своего раненого юнита чуть вглубь, этот придурок к нему бежит, и вы его, там, не знаю, овервочем обстреливаете, предположим. Привратник всегда пытается зафигачить свой заряд либо где большое скопление ваших юнитов, либо где большое скопление трупов, чтобы их поднять. И тоже несется в самую глубь вашего построения. Если в начале игры кажется, что действительно соперники какие-то умные, то потом понимаешь, что они тупые, как пробка. И единственная возможность хоть как-то создать нам сложность, боже, что я сегодня стихами так говорю, это создать вот такие проблемы с рандомом. При этом ничего в плане битвы во втором Экскоме по сравнению с первым не изменилось. Вы опять взбудораживаете инопланетян пачками по три и постепенно их убиваете. То есть в каждой битве находится кратное трем количество инопланетян, наткнувшись на которые, вы их заставляете разбежаться по защитным местам и потом можете атаковать. Почему Фераксис не может сделать то, что было в старых Экскомах, когда инопланетяне находятся в разных неожиданных местах, занимают защитную позицию сразу, могут сами на вас выбежать и так далее? Да потому что в игре нет искусственного интеллекта. По-хорошему задача разработчиков в данной игре была, чтобы инопланетяне два-три хода что-то типа умное делали, а потом умирали. Потому что их если оставить одних и заставить там двигаться по карте без срабатывания триггеров на разбежку по защитным местам, то придется придумывать алгоритм для искусственного интеллекта. А с этим у Фераксис очень большие проблемы, судя по всем их последним играм. А чтобы нам игра совсем уж медом не казалась, то в каждую вторую миссию теперь встроен таймер. То есть вы должны за определенное количество ходов выполнить ту задачу, которую перед вами поставило командование. И здесь тактика вообще практически заканчивается. Если в реальной жизни инопланетяне нападут на нашу любимую планету Земля, надеюсь, они не будут знать о справочнике и карте 2GIS. Потому что в этом случае они будут слишком хорошо ориентироваться по городам планеты. Ну а если вы не инопланетянин, то рекомендую зайти на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать программу под вашу платформу совершенно бесплатно. Ведь, например, если вы приехали в самый центр Москвы на машине и не знаете, где ее оставить, то 2GIS подскажет. Или если вам нужно найти банкомат определенного банка. 2GIS, если быть точным. Немножко отвлекусь, скажу по поводу уровней в новом втором XCOM. Это одна из тех вещей, которые мне очень в игре понравились. Тут создан отличный генератор карт. И у меня не было никогда ощущения, что тут какое-то нагромождение, не пойми чего. Да, есть. Остались несколько карт, которые все-таки нарисованы ручками. Да. То есть не в каждой миссии работает генератор. Но тем не менее, то, что создает генератор, мне очень нравится. То есть я когда первый раз... Ну не первый раз, а вот в начале, когда я играл в игру, мне казалось, о, классные уровни. Вот как это вот тут можно залезть, вот тут можно спрятаться, вот тут ходить. Интересно, а что там за углом будет? Так вот, проблема здесь в том, что этот замечательный генератор, он в игре-то никак не используется. То есть вас заставляют все равно бежать как можно быстрее в одну точку. И вот эти все красоты, которые нагенерированы вокруг вас, все равно проходят мимо. Вы их практически не используете. Потому что путь все равно один. Проскакать молодым кабанчиком к точке, указанной игрой, и постараться не умереть. Вообще, вот то, как выглядят битвы, заставляет меня просить Фераксис на этом движке сделать какую-нибудь ролевую игру. Очень хочется ходить по этим зданиям, комнатам, там что-нибудь находить в ящиках. Может кто-нибудь догадается у Фераксис попросить движок для ролевой игры. Но нам приходится играть в стратегию в этих антуражах. А со стратегией, как я говорю, здесь есть проблемы. Ну, на что еще пожаловаться? Упрощена и стратегическая составляющая. Если вначале кажется, что на вашем корабле можно много чего построить, то потом опять оказывается, что вам показалось. Зданий не так, чтобы много. Не так, чтобы все они были необходимы. Исследований практически и нет. По-хорошему, у меня, не знаю, последние месяца три в игре, я уже ничего не исследовал. Я думаю, вот сейчас что-нибудь еще появится, появится. Фиг, здесь очень мало брони, очень мало всяких штук. То есть, понимаете, Фераксис сделала так. Вначале на вас сваливается много всего. Очень быстро появляются все инопланетяне, новые инопланетяне. И вначале действительно сложно, потому что просто ты не знаешь, что от этих инопланетян ждать, что они себя представляют. И постоянно на каждой миссии какой-нибудь новый тип инопланетянина будет. И первая треть игры из-за этого сложна. А потом, внезапно, остальные две трети тебе не дают ничего нового. Все те же инопланетяне. Ты уже все их исследовал. У тебя получается самая лучшая броня. И когда игра подходит к концу, у тебя вопрос, как? Это уже конец? Это все? Несомненно, мне напишут, что, мол, чувак, все это будет в аддонах. На этом Фераксис бабла и срубит. Ну, это не значит, что я поэтому должен игру хвалить. Правильно ведь? Изначально игра должна казаться полной. А потом аддоны еще больше ее добавляют. То есть, для этого есть примером Ведьмак. Для этого есть примером, ну, блин, тот же Darkest Dungeon. Не знаю, будет ли там аддон, но изначально игра полна. Да даже Fallout 4 без аддонов вполне себе самодостаточен. Сюжет. Ну, мне сюжет показался странным. Не то, чтобы меня там как-то захватывал. Единственное, что во всем этом прикольно, это не будет спойлером, потому что это с самого начала игры. Оказывается, что вы тот же самый шеф или командор. Ну, шеф это переведено в русской версии. Да, кстати, конечно, локализация отвратительная. Перевод отвратительный. Во многих местах просто орфографические ошибки. Так что, если есть возможность, играйте все-таки на английской версии. Тем более, что озвучки все равно нету. Ну, меня, например, это устраивает. Но в данном случае я могу сказать, что текстовый перевод подвел откровенно. Сделан халтурно. Ну, так вот. Оказывается, что вы тот же самый командор из первой части XCOM. То есть, второй XCOM начинается с миссии по нашему с вами вызволению из плена инопланетян. И вы, типа, продолжаете свое дело первой XCOM. Тем, кто играл в первой XCOM, в течение всей игры у них будут такие, как мурашки по коже в некоторых местах, когда будут отсылки к первому XCOM. Вот это сделано, по-моему, классно. То есть, идея хороша. Сам же сюжет про борьбу с пропагандой, с инопланетной пропагандой. Типа, вы такое подполье, которое пытается стряхнуть правление инопланетян с Земли. Что еще хорошо во втором XCOM, это вот атмосфера всего этого будущего под инопланетным господством. Такое все футуристичное. Города выглядят так продвинуто. Но тут опять возникают, конечно, вопросы с логикой. Дело в том, что города во втором XCOM выглядят намного привлекательнее, чем в первом. И тут как бы вопрос тогда, что же плохого в инопланетном правлении, если под этим игом человечество стало развиваться круче? Ну и другой вопрос, если инопланетяне что-то плохое собираются сделать человечеству, то зачем они его так развивают и так развивают города? То есть, ну, это так, вопросы с логикой, это не особо важно на самом деле. Но еще раз повторю, картинка, конечно, замечательная во втором XCOM. Движение юнитов, движение инопланетян. То есть визуально игра великолепна. Если бы не проблемы с производительностью, которые уже во многом решили, то картинке вообще было бы невозможно придраться. А так, конечно, сюжет, опять же, нас заставляет постоянно куда-то бежать, где-то спешить. В отличие от первой XCOM, теперь мы находимся не на базе какой-то, а на корабле, который летает. И по сюжету, типа, мы его сперли у инопланетян. Его еще приходится, в нем, в этом корабле приходится разбирать завалы периодически, которые нам тоже кое-что дают. И вот он летает с места на место, подбирает всякие полезные штуки с Земли, наводит мосты и связи с сопротивлением в разных уголках Земли, нашей планеты. И таким образом вот сделана стратегическая часть. Почему это тоже раздражает? Потому что опять тут есть таймеры. Например, вам пришли деньги, ну, месяц за содержание, там, положим, 700 долларов. Вам надо лететь в определенное место. То есть они к вам не на счет куда-то приходят, не в руки, а валяются где-то на земле туда. Вам надо лететь в это место и три дня, типа, эти ящики с 700 долларов собирать. Я даже себе визуально не могу это представить, как это сделано, потому что, не знаю, по одному доллару, что ли, раскидано по всей этой земле. Как, что там три дня можно делать? Ну, понятно, что это ради баланса сделано. Но, видите, ничего другого разработчики не смогли придумать. Более того, вы нажимаете на таймер, как бы, вот, начинают сосчитывать эти три дня. И обязательно где-нибудь к концу последнего дня, когда вам кажется, что вы уже все собрали, происходит какое-нибудь событие на карте, куда вы должны прям немедленно лететь. Иначе все, печаль, беда, все пропадет. И вам, вас постоянно заставляют это вот метучней заниматься по всему земному шару, при этом бросая на полпути то, что вы в данный момент делаете. Опять же, раздражают эти миссии, когда вам предлагаются три миссии на выбор. Вы не можете все три пройти. Вы обязаны выбрать только одну, и две остальные вы не проходите в это время. Опять же, примерно то же самое, на самом деле, было и в первом XCOM'е. Но, я говорю, это было простительно для начальной игры. Самые классные, вот, подобные миссии, это были в старых XCOM'ах, когда по всему земному шару много чего происходит, и вы выбираете, куда лететь. Вы можете на все миссии успеть, можете не успеть, можете выбрать самую, по вашему мнению, важную. Там, где вы не успели, там снижается к вам отношение местного населения и так далее. Здесь просто вы предотвращаете какие-то события, а на те миссии, в которые вы не попали, те события произойдут. И все, появился новый ресурс разведданные. То есть, с его помощью вы можете устанавливать связи. Вам, во-первых, надо на своем корабле специальное оборудование построить, для того, чтобы связь с подпольем, вот, в каких-то местах планеты создать. Ну, знаете, как, я не могу связаться с какой-то радиостанцией, используя мой радиоприемник. Надо к нему приделать еще какую-нибудь штуку, тогда я смогу еще две радиостанции словить, типа такого. И вот, должны еще использовать разведданные для соединения с каждым местом. Ну, это, на самом деле, все довольно просто и просто такой дополнительный костыль для стратегического баланса. Все стратегически, по-хорошему, здесь очень просто. Я не представляю, как тут можно запороть свое развитие на базе, чтобы проиграть игру. Тут все в тактических боях, тут самое главное именно тактические бои. Стратегически это просто такое дополнительное развлечение для нас. Конечно, и в первом XCOM'е особо стратегии-то и не было, но во втором ее упростили еще больше. А вот что мне понравилось, это довольно разнообразные теперь специализации бойцов. Оно, конечно, и в прошлой части было неплохо сделано, но сейчас, по-моему, еще лучше. Я даже не представляю себе команду. Ну, конечно, можно сделать команду, например, из одного какого-то типа бойцов. Кстати, их всего четыре, как и было в прошлый раз. Рейнджеры, гренадеры, снайперы и специалисты. Специалисты это юниты поддержки. И, по-моему, в команде всегда требуются все из них. Причем, если вначале, ну, например, в моих командах рулили снайперы, то в конце игры очень оказались важны специалисты. По той простой причине, что у них есть такая штука, как дрон, который может взламывать всякие интерфейсы в игре. И механических соперников. И получать от этого бонус или даже брать соперников под свой контроль. Знаете, какая радость происходит, когда вы берете под свой контроль такого огромного механического бойца-адвента и начинаете против соперника его использовать. Тоже там определенный рандом есть. Есть вероятность взять его под контроль. Есть вероятность, наоборот, только выключить, а не под контроль взять. Но все равно все это очень важно. С другой стороны, специалистов можно не брать, а просто укомплектовать ваших гренадеров бомбами против электронных соперников, и бомбы их будут выключать. Но тут есть простор для тактики, действительно. И в данном случае я все-таки перейду к той части моего обзора, которая объясняет, почему я эту игру рекомендую, несмотря на мою такую беспощадную критику все предшествующие минуты. Потому что игра все-таки имеет свой шарм, вот эту атмосферу икскомовскую. Проблемы с рандомом? Ну, я для себя, знаете, что сделал? Просто мысленно прибавляю 30% к тому числу, который мне высвечивается. То есть, соврал, отнимаю, отнимаю 30%. То есть, если, грубо говоря, мне написано, что 80% вероятно, что я попаду в инопланетяне, значит, я считаю, что это 50%. Ну и так далее. И уже как-то понятнее становится игра. То есть, реально такое ощущение, что разработчики просто где-то там внутри игры специально задрали вверх вероятность в пользу ваших соперников, для того, чтобы вам жизнь медом не казалась. То есть, постепенно привыкнув к тому, что происходит, вы от игры все-таки удовольствие получите. Другой вопрос, надо ли вам это, если есть много других игр, в которые можно поиграть? Здесь какой-то оригинальный сюжет, который вам запомнится? Нет. Новое слово «в тактических битвах» тоже нет. На самом деле, вот если бы вы меня спросили, что я вам рекомендую играть больше, во второй XCOM или в первой, я вам скажу просто в первый XCOM с модом Long War. На данный момент это лучшая тактическая игра в мире XCOM. Во второй XCOM, видимо, придется играть только после выхода всех дополнений. Тогда это будет действительно полная и интересная игра, какой она должна была быть с самого начала своего выхода. Но если вам надоел XCOM Long War, если у вас железные нервы и нет желания разбить компьютер после тупого рандома, то второй XCOM, конечно, для вас. Я в итоге все-таки в игру втянулся и удовольствие свое получил. И в принципе не жалею о потраченном времени. Здесь есть много улучшений по сравнению с первым XCOM, но в целом это все-таки не особо оригинальная игра. И вызова вам как тактику, мне кажется, она не предоставляет, потому что по сравнению с первой частью упрощена. Так что если вы действительно хардкорный стратег, тактик, то рекомендую подождать полгодика, как выйдут все дополнения, и тогда со спокойной душой и совестью приниматься за второй XCOM. Тем более, я думаю, тут появятся и моды от других игроков, которые игру допилят. Тоже, конечно, очень не нравится мне эта тенденция, что разработчики нам выпускают обычно сырую игру, а сами пользователи ее доделывают до добоваримого состояния. Но другого выбора просто у нас сейчас нету. Так что XCOM 2 я рекомендую, но с очень большими оговорками. На этом все. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что застряли до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько проспий. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы застряли до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Производится новым новым миром обвладающим нужным았ом всем мы сегодня стало отраж Broad Thank you y, humanity наконец использовалась в целом человеке Субтитры создавал DimaTorzok